Дорогие зрители, если у вас не грузится видео, то вы его можете посмотреть в других наших социальных сетях, ссылки на которые вы можете увидеть в описании под этим видео. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом и Боже вас сохрани. Не читайте до обеда газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Никогда не делайте это на завтрак. Никогда не слушайте то, что вам говорят в этом смысле. У нас, к сожалению, нет других источников информации. У нас нет, к счастью или, к сожалению, другого интернета. Мы все в ожидании, но тот интернет, который мы на сегодняшний день в лучшем смысле этого слова имеем, имеет как раз-таки нас. Потому что нам навязывают такие позиции, которые разрушают наши, если вам угодно, многолетние, десятилетние, почти вековые традиции. Я хочу вам привести пример о том, что авторитетные люди 19 века не просто увлекались этим продуктом, на который сейчас идет массовое гонение. Понимаете, который подвергается в буквальном смысле, ну не в буквальном, но почти. Суду Линча его распинают на каждом унитазе, на каждом утюге. Делают на нем имя, делают на нем имена, делают на нем чуть ли не новое направление науки. Но если мы возвращаемся к таким людям, как братья Графа Орловы, которые поставили официальное коневодство в России, которое широко, потом разошлось чуть ли не по всему миру, и использовали широко этот продукт, и в том числе для себя. Если этим продуктом длительное время наша Екатерина II лечилась от водянки, от печеночной. Если благодаря этому продукту, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, он делал огромное количество изысканий. Если благодаря этому продукту гений военно-полевой хирургии, профессор Николай Иванович Пирогов, из своих записок вы можете найти это в его записках. Съедая этот продукт до 7 раз в день, я мог соперировать до 90-100 человек, раненых в сутки, во время обороны Севастополя. А нас сейчас пытаются от этого всего отвести. И пугают страшилкой, пугают какой-то несусвеченной, пугают чушью, в буквальном смысле собачьей в этом смысле. Почему? Потому что вот эта вот самая пресловутая фитиновая кислота, как оказалось, ее в несколько раз больше в тыкве, в тыквенных семечках, ее в несколько раз больше в гречке, ее в несколько раз больше в орешках, ее в несколько раз больше в желудях. А как вы думаете, наши белочки, вот эти вот, которые эти орешки собирают и на зиму в дупло складывают, они что, шизанутые? Или у них кроме мозгов и кроме хвоста ничего другого нет? И природа на них отдыхает? Наверняка нет. А нас делают, так сказать, чуть ли не хе-хе-хе-хе-хе в этом смысле. Это нельзя, потому что если вы это будете есть, и чуть ли не каждый день у вас кости будут ваши разлегчаться, из них будет вымываться кальций, и вы тра-та-та, и тра-та-та, и вышла кошка за кота, и за кота Котовича. С этим можно согласиться? Да, если вам каждый день говорят, знаете, как в старом русском фразеологизме, если каждый день вам говорят о том, что вы свинья, конечно, вы захрюкаете. Если вам каждый день вас будут пугать фитиновой кислотой, конечно, вы будете это все отрицать, потому что из каждого утюга, из-под каждого, так сказать, стола это будет нестись. А что это за продукт? Это овсянка, дорогие друзья. Наша, замечательная, нежная, нежнейшая, максимально доступная, килограмм которой на сегодняшний день у нас в деревне стоит 15 рублей. У нас в деревне стоит 15 рублей. А вам говорят о том, что нельзя это есть, фитиновая кислота, если вы будете ее есть каждый день, и тогда, так кто же вас заставляет овсянку есть каждый день? Никто вас не заставляет есть овсянку каждый день. Да, если есть даже в этом необходимость, если даже есть в этом нужда, огромное количество компонентов есть, если вас уже напугали, испугали, и вы уже по ночам не спите, у вас уже фитин со всех сторон несется. Элементарно. Маленький кусочек сахара под язык, маленький кусочек сахара под язык связывает фитиновую кислоту. Маленькая, малюсенькая долечка сливочного масла, пожалуйста, она свяжет фитиновую кислоту. Маленький глоточек растительного масла свяжет фитиновую кислоту. Стоит ли бояться в связи с этим продукта, который максимально доступный, который максимально демократичный, и что самое интересное, я хочу подчеркнуть, нет крупы другой части доступности по своей коллаборации с другими продуктами. Вы с овсянкой можете делать мясное блюдо, вы с овсянкой можете делать рыбное блюдо, вы можете делать овсяной кисель, вы можете делать овсяные супы, вы можете делать овсяные обвертывания, вы можете делать овсяные аппликации, вы можете делать овсяное молоко. А вы знаете, что по своему биологически активному значению молочко овсяное очень похоже и очень напоминает женское грудное молоко? Имейте, пожалуйста, это в виду. И, наконец, если вас, кроме фитина, напугали еще глютеном и все, что в этом ряду, пожалуйста, помните о том, что глютена практически в овсянке нет. Но только никто не пишет, ноу, фрид, глютен и далее по списку. Извините за мой индонезийский. Поэтому, уважаемые друзья, ешьте на здоровье овсянку. Вы ее больше, поверьте мне, военному доктору, вы ее больше, если вы захотите ее просто даже вот так вот в себя, так сказать, как говорят наши друзья, впихнуть, больше полукилограмма в себя вы ее не впихнете. Почему? Потому что она, есть понятие калорийности, а есть понятие калоризации. То есть, она очень сытная, она вызывает системное насыщение. Это одна из круп, это одна из тех представителей, будем говорить, это или овсянка, она женского рода, понятно. Овес это он, овсянка это она. А когда они поженились, это что у них получается? Маленькие овсята, да. Так вот, если мы с вами сделаем маленьких овсят, маленьких овсят, если у вас у кого-то будет терпение, я сам себя перебиваю, пожалуйста, из маленьких овсят вы можете делать смузи. А если вы им дадите немножко подрасти, они же будут у вас такие, ну подростки, это будет еще вкуснее смузи. Почему? Потому что именно в этом состоянии, в этом состоянии, фитин обладает колоссальным, фитиновая кислота обладает колоссальным омолаживающим эффектом. Помните, пожалуйста, об этом. Не забывайте о том, что есть вещи, которые пронизаны опытом, есть традиции, которые выросли на многих поколениях. И если, поверьте мне, поверьте мне, если бы это отрицалось, если бы это вызывало негативный эффект, мы давно бы забыли, что такое овсянка. А по большому счету, вот там некоторые товарищи в интернете говорят, это образ каши на серебряном блюде, в белых перчатках. Нарисовали нам, так сказать, этих героев, которые Масленников снял в замечательном сериале, посвященному Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, нашим коллеге доктору Ватсону. А если вещи называть своими именами, это в нашем исполнении, в русском исполнении, это очень вкусное блюдо. Когда настоящие, poor English, приехали к нам в Россию и посетили Москву в 1904 году, их принимал известнейший на тот момент московед или московед. Ну, одним словом, человек, который очень хорошо знал Москву, Виляй Гелеровский, и он их повел в ресторан «Яма», вы знаете, да, ресторан «Яма» был такой знаменитый, откуда вышел не менее знаменитый салат под названием «Оливье». Или вы не знаете о том, что «Оливье» – это рашный салат, никакого отношения ни к французам, ни к англичанам он не имеет. Это наш, в чистом виде наш российский продукт. Так вот, когда Виляйчик Гелеровский вот этих пулей Инглич накормил нашей овсянкой, они опупели. В буквальном смысле, они опупели. Потому что, во-первых, они очень быстро наелись, во-вторых, они очень быстро напились, но это уже дело второе. Так разница оказывается в том, что именно овсянка в подаче ирландском, и английском, и шотландском – это поридж. Это нечто такое, на него даже смотреть без слез невозможно. Вы знаете, когда будете где-нибудь в Шотландии, или где-то будете в районах Старой Англии, пожалуйста, посмотрите, вот такие маленькие английские кухоньки, над этими печерками английскими, понимаете, такие вот маленькие плиточки висят, маленькие плиточки висят. Знаете, с какой целью? Ни за что не догадаетесь. С целью контроля приготовления овсяной каши под названием поридж. Так вот ее варили, 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 потом брали ложку деревянную, и вот так вот шмакали ее, так сказать, кидали, вот на эту вот, вот эту самую плиточку. Если каша сползала с нее, она была не готова. Это была еще не поридж. А если она замыкалась вот так вот, вот так вот, и висела там такой английской соплей, это уже была готова и поридж. Вот представьте, что вот эти английские сопли, вот эти вот, вот эти пули English кушали и обмакивались, а потом густо портили воздух в округе, понимаете? А Шерлок Холмс разгребал это все своим детективным методом и говорил, тут следы преступлений, нарушения системного пищеварения. Так вот, для того, чтобы у вас не было системного пищеварения, для того, чтобы вы не оставляли следы, не в виде запахов, не в виде облаков, не в виде приклеящихся, да, элементов одежды в результате неправильного поведения пищеварения, кушайте на здоровье овсянку, кушайте на здоровье продукты из овсяной крупы, потому что это одно из замечательных изобретений, которое формирует нормальную моторику, которое формирует нормальную перистальтику, который способствует освобождению и нашего желудка, и нашей двенадцатиперстной кишки, и нашего тонкого кишечника, и нашего толстого кишечника от избытков газа. А для того, чтобы вы могли полностью разобраться в этих проблемах, полностью разобраться в этих проблемах, послушайте, пожалуйста, нашу замечательную дочку Екатерину Меркурий, которая вам дает замечательные рецепты, а мы, мама и папа этой замечательной докторицы из Швейцарии, просто ей помогаем. А хотите познакомиться с нами поближе, с нашей программой под названием «Ядро здоровья. Свободное пищеварение», заходите к нам вот сюда, вот здесь, прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Ешьте овсянку и все будет у вас хорошо. Не слушайте дураков. Вот дураки отдельно, а вы с овсянкой отдельно. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Меркурий, я нутрицолог из Швейцарии. И сегодня я вам предлагаю приготовить полезный рецепт овсяной каши на завтрак, который вам откроется с новой стороны. Дорогие зрители! Если у вас не грузится видео, то вы его можете посмотреть в других наших социальных сетях, ссылки на которые вы можете увидеть в описании под этим видео. Однако же, все общение мы планируем с вами продолжить в комментариях под этим видео. Поэтому будем рады любому вашему комментарию и с удовольствием будем отвечать здесь, внизу, в комментариях на ваши вопросы. Поэтому, дорогие зрители, продолжайте общаться с нами, продолжайте получать информацию от нас из первых рук, от нас, как от первоисточников наших знаний. Мы, я думаю, что и вы тоже, да, часто в последнее время встречаете видео в интернете, что овсяная каша не самый лучший продукт на завтрак. Отчасти это так, но я вам покажу не вред овсянке, а пользу овсянке и как можно овсяную кашу дополнить некоторыми элементами, чтобы сделать ваш завтрак сытным, полноценным, полезным и дающим энергию. Поэтому давайте вместе готовить. Итак, несколько слов об овсянке. В последнее время в магазинах мы можем встречать обилие овсянки быстрого приготовления. Залил кипятком, через 4 минуты овсянка готова, можно наслаждаться. Но в такой овсянке кроется подвох в том, что у нас остался, да, не чистый продукт, не исходный продукт, который, вот, мы должны были употребить, который в себе содержит и витамины, и клетчатку, и долгое насыщение. А у нас уже готовый переработанный продукт, где он уже стал обеднен, да, по питательным веществам, по витаминам группы В, например, также по клетчатке, но именно его углеводная составляющая как раз-таки осталась. И данные углеводы в данном случае у нас будут усваиваться намного быстрее. Конечно, через несколько минут мы почувствуем бодрость, прилив силы энергии, но также быстро мы эту энергию потеряем. Поэтому овсянку мы должны выбирать не переработанную, не быстрой варки, а варки минимум 20 минут. Чтобы, как это отличить на внешний, да, на внешний вид, такое зерно у нас должно быть. Конечно же, вот в нашей овсянке привычное, но расплющено уже, и даже такое зерно 20-минутной варки уже прошло первую стадию, да, пропаривания на заводе. Но данное зерно, оно, в принципе, подходит нам под наши цели и задачи. А 5-10-минутная варка нам не совсем подходит, имейте это в виду. Далее, какой еще момент? Вообще, высший пилотаж выбора овсянки называется рубленая овсянка. Что это такое? Это овес, который не расплющен, а который был просто порублен. Таким образом, мы должны его варить от 40 минут. Ну, лучше всего, конечно же, при варке любых круп замочить их на ночь, утром промыть и тогда варить. И время варки сокращается, и вашему кишечнику будет легче усвоить данные крупы, да. Мы его будем меньше, скажем так, раздражать. Сегодня в нашем рецепте мы будем использовать как овсянку, да, которую я вам уже показала, да, какое крупное у нас тут зерно, так и амарант. Мы будем соединять вместе эти крупы. Амарант, в чем его интерес? Ну, вообще, это считается псевдокрупа, да. Да, и амарант, во-первых, не содержит в себе глютена. Я не говорю, что нужно его всем удалять, да, из своего рациона. Но все же разнообразить рацион вот такой псевдокрупой я советую каждому, особенно женщинам. Данная крупа на 100 грамм содержит 14 грамм белка растительного, что нам нужно, да, на завтрак. Нам часто не хватает белка на завтрак. Также амарант, помимо других прекрасных полезных свойств, в себе содержит такой компонент, биологически активное вещество, редкое, как сквалин. И именно швейцарский ученый из университета в Цюрихе открыл, да, нам доказал, что сквалин связывается в нашем организме с водой, высвобождает таким образом кислород, который дополнительно питает наши органы, ткани, ну, вообще клетки нашего организма. А чем у нас больше кислорода, тем больше у нас энергии, тем больше мы защищены в том числе от новообразований. Поэтому пользуйтесь данной псевдокрупой. Сегодня мы будем варить нашу кашу овсяную вместе с амарантом. Давайте приступать к нашему рецепту. Итак, несколько слов об ингредиентах. Первая у нас пойдет 90 грамм амаранта, крупы, 50 грамм овсяной каши, да, овсянки. Далее мы варим с вами овсянку, нашу кашу. Можете варить на воде. Я буду варить в своем случае на одном стакане воды плюс один стакан молока. У меня козье молоко. Можете, если у вас непереносимость или другие, да, моменты, варить на кокосовом молоке, либо на миндальном молоке, либо, вот как я еще говорила, на воде. Далее, в кашу саму сахар я не добавляю при варке, а могу добавить банан для сладости, да, и потом дальше миксовать другими вкусами. Также при варке я буду использовать натуральную ваниль, вот она такая рассыпчатая, и корицу. Также я заранее отварила в вас мятку, в мешочек, как мы любим говорить, яйцо. Яйцо будет прекрасным дополнением к вашей каше, но об этом мы с вами поговорим. Теперь поехали, будем варить кашу. Так, ну что, приступаем к варке. Сначала мы в нашу кастрюлю, у меня кастрюля чугунная, я вам советую использовать кастрюлю с толстым дном. Возможно, жидкость мы будем доливать в процессе варки, поэтому молока или воды вам потребуется больше. Если у вас проблемы с железодефицитной анемией, да, не хватает у вас железа в организме, я вам не советую варить каши на молоке животного происхождения, тогда используйте растительное молоко. Если у вас таких проблем нет, вы следите за своим, да, уровнем железа. Тогда можете иногда, не каждый раз, не систематически использовать молоко при варке каши. Вот. Далее, еще амарант я замочила на ночь. Перед тем, как я его буду варить, я его пропущу через сито и промою. Ну что, у нас начинает закипать наше молоко, надо не пропустить этот момент. Все, засыпаем наш амарант. Амарант варится дольше, чем овсяная крупа, поэтому мы его где-то 10 минут поварим отдельно. Вот таким образом. Итак, пока у меня варится мой амарант, я могу нарезать банан мелкими кубиками для того, чтобы он дал сладинку. Кому нельзя банан и хочется все-таки сладости, добавьте какой-нибудь фрукт, который вам разрешен в вашем стиле питания. Это может быть яблоко, груша, но, конечно же, да, все хорошо в меру, мы помним. Но я вам все-таки настоятельно рекомендую пользоваться силой сладости фруктов, натуральных продуктов, нежели чем добавлять сахар. Вот таким вот образом. У нас наша каша пойдет количество на 2 порции, поэтому вот. Теперь, пока у нас амарант еще доваривается, да, свою часть, мы можем с вами всегда вместо овсянки добавить пшенку. Тоже в ней отсутствует глютен, и это тоже интересное вкусовое сочетание. Таким образом, можете уже разнообразить свои завтраки, да, а вообще можете между собой миксовать, да, прекрасно, крупы. Все, добавили нашу овсянку, 50 грамм, я напоминаю. И теперь мы должны вместе хорошенечко проварить наши крупы, да, так как я замачивала амарант перед варкой, мне можно будет его быстрее сварить. Также я добавлю немножечко ванили, натурально, да, таким вот образом. Что отдаёт ванили? Ну, во-первых, прекрасный аромат, вкус и меньшую необходимость добавлять сладкого вкуса. Так же, как и корица, делает абсолютно такой же эффект. То есть мы обогащаем вкусом нашу кашу. И теперь, так как у меня моя кастрюля позволяет, я накрываю крышкой, так как у неё толстое дно, каша будет вариться, провариваться, в общем, томиться. Я снижаю огонь и жду минут 20. Ну что, наша каша доходит, да, до того, чтобы назвать её сваренной. Смотрите, как она стала гомогенной, приятной, аккуратно, да, смотрите, чтобы не подгорело у вас дно, поэтому вот нам нужна такая кастрюля с глубоким дном. Я туда могу добавить уже сейчас банан, да. Смотрите, тут вы сами регулируете степень, какую хотите степень сладости, насколько вам позволяет ваш тип питания. Ну вот эта опция, она, несомненно, выигрышная. Я добавила такое количество, и всё, можно считать мою кашу готовой. Вы можете добавить, если любите, пожиже, можете добавить больше воды или больше молока. Опять же, на ваше усмотрение. Ну что, а теперь я вам предлагаю начать сервировать нашу кашу. И мы начнём не с каши, а начнём мы с тех ингредиентов, которые сделают данную кашу полноценной. А именно, это источник жиров, обязательно, да, около ложечки. В данном случае я использую жиры животного происхождения, топлёное масло. Это может быть в вашем случае оливковое масло или другое растительное, которое вам рекомендуют в вашем стиле питания. Далее, я рекомендую настоятельно использовать ядра конопли, тоже ложечку. Что здесь интересно? Содержание омега-3, содержание растительного белка, ну и вообще клетчатка также. Если у вас нет этой опции, можете использовать семечки, например, подсолнечные, семечки подсолнечника или другие, или молотый, например, лён. В общем, на ваше усмотрение. И сейчас можем приступать к тому, что сервируем нашу кашу. Сервируем кашу, смотрите, у меня тут даже на три порции вышло. Тут зависит от вашего аппетита, сколько вы съедаете и так далее. Каша у нас разварилась, вот видите, хорошо сварилась. Вот теперь мы всё должны вместе перемешать. Я кладу такой последовательностью для того, чтобы всё перемешать. И, например, мои дети, чтобы не видели, что там содержится, да, потому что маленькие дети могут говорить, о, нет, я этого не хочу, не буду. Когда это всё гомогенно, присыплено ягодами и фруктами, уже не заметишь потвоха. Вы, я думаю, взрослые люди, можете поступать как вам угодно, в начале, в конце. В общем, вот так выглядит ваша каша. Далее мы добавляем орехи. Опять же, да, у меня грецкие орехи, вы можете любые другие. Вот так посыпаем нашу кашу. Опять же, орехи можно вымачивать. Прекрасно тут подойдёт миндаль. Вот. Используем далее сезонные ягоды. Если мы готовим данную кашу в зимний период, да, и ничего у нас нет, используйте замороженные ягоды в сезон. Тут опционно можно использовать цедру апельсина, только хорошо мойте, пожалуйста, цитрусовые, потому что их обрабатывают вот таким вот образом, что это придаёт дополнительный вкус. И отсутствие необходимости, опять же, да, как-то добавлять сладкий вкус. Чем больше палитра вкусов, ароматов у нас в тарелке, тем меньше нам необходимо добавлять дополнительных сахаров. Используйте этот лайфхак. Ну и, конечно же, можно ещё добавить, это опционно абсолютно, урбечь из миндаля. Такую небольшую ложечку, хоп, капелька. В общем, вы поняли. Капелька у меня не особо получается. Вот. Опционно капля миндаля. И, пожалуйста, ваша каша, ваша каша готова. А чтобы данную кашу сделать всё-таки полноценным завтраком, который вас действительно насытит и даст необходимое количество белка, перед кашей я вам настоятельно рекомендую скушать яичко всмятку и после приступить к употреблению данной каши. Тогда вам будет хватать сытости до обеда. А я вас приглашаю на наш совместный вебинар в ближайшее время с академиками Картавенко. Ссылка для регистрации в описании этого видео, где мы рассмотрим всё касательно темы питания. Почему питание – это база и основа нашего здоровья и долголетия? Где есть подводные камни? Как не упустить первые симптомы и звоночки, когда даже врачи не видят диагностики каких-то изменений? Как составлять полноценные тарелки, полноценные приёмы пищи для того, чтобы поддерживать наши защитные функции организма, для того, чтобы оставаться энергичными и реализовывать свои планы и задачи. Поэтому я вас с нетерпением жду. Поделюсь всеми своими наработками, новыми научными открытиями, которые я получила, собственно говоря, обучаясь у лучших швейцарских врачей, у международных школ в теме нутрициологии. Приходите, с вами поговорим подробно на тему питания. Ну вот, друзья, вы посмотрели нашу умницу, нашу красавицу. Вы посмотрели замечательные блюда, как говорили некоторые профессора из нашего Ростовского медицинского института. Вот эти вот блюда готовит наша замечательная умница-красавица. Присоединяйтесь, внедряйтесь, получайте удовольствие, получайте состояние свободного пищеварения, и будет вам счастье. Как говорил мой великий дед, чем свободнее пищеварение, тем круче крылья в полете, потому что нас ничего к земле не тянет, а у нас есть свободный полет, потому что у нас свободное пищеварение. Мы летим, чтобы сказку сделать былью. А мы ее уже и делаем былью. Присоединяйтесь к нам, к нашей новой программе. Ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Будьте здоровы! Ничего не бойтесь, мы с вами. Ничего не бойтесь, мы всегда будем с вами. Субтитры создавал DimaTorzok